Здравствуйте! Сегодня я расскажу об очень интересной книге Юлии Марковой и Рокес Форева. Эта занимательная книга состоит из 13 небольших рассказов. Все вместе они складываются в приключенческий мини-роман. И читатели вместе с героями переживают необычайные веселые приключения. Отчасти рассказы напоминают творчество Драгунского, Носова и привлекательны именно тем, что показана обычная жизнь обыкновенного ребенка. И показаны ежедневные, будни, школьные, домашние. Вместе с героями мы узнаем, что есть редкая болезнь чахль, которая прилипает только к маленьким прогульщикам. Вместе с героями мы понимаем, как сделать вечный Рокес, перепутав ведра с лечебной грязью и цементом. Дополняет книгу замечательные иллюстрации Александра Яковлева, которые являются своеобразной и заигрой. Игрой является и колонн цифры во многих рассказах. Посмотрите, пожалуйста, математика. Приведен пример 16 умножить на 2, получается 32, 32 страница. В рассказе «Тайнопись» тайным языком зашифрован номер страницы. Ну и, конечно, в рассказе «Рисунок для папы» номер страницы превращается в танк Т-77. В целом книга говорит о жизни очень веселой, очень разнообразной и очень дружной. Родители понимают детей. Дети верно, крепко дружат между собой. Бабушки слышат и родителей, и детей. И могут нарисовать для ребенка и кжели, и хохлому. И даже придумать новую сказку про Бэтмена и шить костюм Бэтмена, чтобы ребенок занял первое место в школе. Я советую всем почитать эту книгу, а наши юные исследователи книг и эксперты выскажут свое мнение. Я читала книгу «Ирокез Форевер». Название этой книги раскрывается в одной из историй из жизни мальчика, который учится в пятом классе, Коле. Однажды они со своей семьей поехали на грязевые ванны. И Коля перепутал лечебную грязь с цементом. Коля постоянно попадает во всякие интересные и смешные истории. То он со своим лучшим другом из фанерного дна дивана сделает лодку. То выдумает свой тайный язык, чтобы его понимал только свой друг и он. То сдаст не свою тетрадь. Я советую прочитать эту книгу так и взрослым, и детям. Взрослым для того, чтобы они вспомнили себя в детстве. А детям для того, чтобы они посмотрели на себя со стороны и посмеялись. Практически на каждых страницах есть интересные и красивые рисунки. Их очень интересно разглядывать. Эта книга очень похожа на книги Кикельбери Фина и Тома Сойера. Там тоже рассказывается о приключениях мальчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok